Значит, я вам сейчас зачитаю пункт номер 7 из книжки «Соционика. 100 самых вредных стереотипов». Значит, утверждение звучит так. А давайте проведем эксперимент и докажем, что соционика – это наука. Ахаха, если бы все было так просто. Периодически нам это говорят зрители, поэтому нужно развернуть тему. Во-первых, кому мы будем это доказывать, если соционика по своей сути ближе всего к психологии? А психологию при этом наукой признают даже далеко не все психологи, не говоря уже о представителях технических или естественно-научных дисциплин, которые нередко отличаются снобизмом в сторону гуманитарных наук в принципе. Кстати, нередко они правы. Соционика, конечно, во многом наука гуманитарная, от этого никуда не убежать. Хотя у нее есть довольно большой потенциал развития в сторону нейробиологии и психофизиологии. Просто не было пока заинтересованных в таком развитии людей. Если одному физику показалось, что в соционике что-то есть, то его коллеге может казаться ровно обратное. Если нам, к примеру, удалось убедить некую комиссию психологов в одном учебном заведении, то не факт, что нас не воспримут в штыки в соседнем университете. И так до бесконечности можно потратить годы на непонятные доказывания с сомнительным результатом. По принципу прецедента можно попытаться пролоббировать соционику через государственные или крупные частные учреждения, имеющие авторитетность в сфере психологии или науки вообще. Однако в чем может быть интерес у руководства таких учреждений? Зачем им какая-то непонятная соционика? Не повредит ли она их авторитетности? Большинству руководителей будет проще оставить все как есть, ибо признание соционики может оказаться для них в итоге себе дороже. Далее. У самой психологии есть большие проблемы с доказательной базой, поэтому соционика заведомо находится в еще более проигрышной позиции, если ее кто-то попытается доказать или кому-то представить. Если некий соционический эксперимент таки будет организован и поведен, что само по себе требует существенного финансирования, в плане тех же интертипных отношений нужно достаточно длительное наблюдение за взаимодействием людей, в которые неизбежно вмешиваются разные несоционические факторы, вроде особенностей личности, уровня развития этих личностей, специфика социальной ситуации, в которой они находятся и так далее. Достаточно интересным может быть разве что исследование соционических типов семейных пар, которые проживают вместе более трех лет. Это те пары, которые не попали в статистику по разводам, а это значит, что их психологическая совместимость оказалась выше среднего по уровню комфорта и прошла проверку на прочность. Можно с высокой достоверностью утверждать, что среди таких пар будут практически отсутствовать интертипные отношения конфликта и суперэго и будут преобладать в основном комфортные и нейтральные отношения. То есть это примерно то, что мы уже много лет видим по собственному опыту наблюдений и типирований. Правда, к любого рода соционическому эксперименту можно найти массу поводов придраться, так как психологическое исследование целиком базируется на оценке типов экспертами. Не существует пока что метода типирования, полностью лишенного человеческого фактора. Поэтому экспертов всегда можно обвинить в том, что они намеренно типируют людей в те типы, которые будут укладываться в гипотезу. Однако можно типировать пары по одному, чтобы эксперты не знали, кто чей муж или жена. Такое исследование мы вполне бы охотно провели. Только непонятно, кто будет оплачивать нашу работу и что конкретно мы хотим этим доказать и кому. Интертипные отношения работают объективно и стабильно. Людям, которые нас смотрят, смотрит наш канал, обучались у нас или читали наши книги, это очевидно. А скептиков не убедит ничего. Так что же делать? Выше я уже писал о том, что туговатое вхождение соционики в официальный научный дискурс меня нисколько не печалит, так как ситуация разрешится сама собой одним из ниже следующих путей. Вариант первый. Примерно в течение ближайших 10-20 лет соционика органично и без лишнего шума войдет таки в состав психологии. Просто потому, что сменится поколение психологов, наберется критическая масса кандидатских и докторских работ с использованием соционики, и тут вдруг внезапно окажется, что соционика вся такая замечательная, незаслуженно отфутболивалась от психологии предыдущего полвека. И доказательная база у нее вполне допустимая по меркам психологии, и основные положения интересные, и эффективность высокая. В общем, все у нее не хуже, а местами даже намного лучше того, что уже есть в традиционной академической психологии. Либо второй вариант, и лично мне он кажется более вероятным. Постмодерн настолько разберет по кирпичикам все традиционные иерархические институты, а официальная наука – это классическая перемедальная бюрократия в чистом виде, что сам термин «мнение официальной науки» окончательно станет анахронизмом, и почти никого уже не будет интересовать. В интернете сейчас бум научпоперов, благодаря тому, что массовый зритель пока еще по инерции склонен доверять неким абстрактным ученым с бородой и очках. И в очках, да. Вместе с тем давно набирает силу и новый тренд под названием «критическое мышление» – разновидность массовой ограниченности под новой вывеской, когда научпоперы, часто ангажированные идеологически, либо находящиеся в плену уплощенности своего мышления, начинают опровергать как официальную науку, так и друг друга, с помощью красиво оформленных манипуляций, фейков, подтасовок, и вся задача зрителя сводится к тому, чтобы просто выбрать своего лидера мнений из предложенных или навязанных алгоритмами Ютуба, который и будет для них истиной. Уже сейчас какого-нибудь блогера с IQ в 80 пунктов имеет в медийной среде значительно больше вес, чем мнение целой Академии наук, которое в информационном поле нередко имеет влияние на уровни статистической погрешности. Хотим мы этого или нет, но новая реальность уже здесь. Иерархия и традиционные авторитеты опрокидываются все быстрее, а новые авторитеты настолько локальны и сменяют друг друга так стремительно, что любая попытка составить представление о происходящем все больше обречена на неудачу. Поэтому доказывать что-либо официальной науке по гуманитарной дисциплине в 21 веке это примерно то же самое, что настойчиво пытаться устроиться работать на тонущий Титаник. Вот такой пунктик. Пишет Тимур вторым вариантом, просто в депресняк загнал. Почему? Нужно просто принять реальность, ребята. Ну и, кстати, если говорить про психологию и ее научность, то научно и обоснованно научно только когнитивно-поведенческий раздел психологии. Все остальное – это лютый эзотерик, ребята. И первые люди, которые занимались психологией, они были оккультистами. И нынешние психологи под вывеской «У нас офигенная психология» начинают вам рассказывать про коллективное бессознательное, про то, что вы там бессознательно что-то притягиваете, про загадочное поле с загадочными процессами. Это эзотерика просто чистейшая. И в психологии практически ничего, кроме нее, нет. Ну, кроме вот этой когнитивно-поведенческой психологии, которая стоит особняком. А вот как раз у нас в книгу вошли всякие разные цитаты, высказывания людей, которых мы типировали, с которыми мы общались. Вот. И я думаю, что те, кто узнает, тот будет молодец. Потому что тут прямо начинается с цитаты одного человека, которого мы типировали. «Все зло из беты. Как нам сказал один человек из гаммы, в мире 90% зла и 90% добра делается гаммой. Если считать злом лишение человека жизни, то тут несомненным катализатором, конечно же, являются центральные квадры и типы, у которых черная сенсорика достаточно выражена, чтобы заниматься большими вопросами политики, войн и высокодоходного ресурсного бизнеса, вроде производства оружия, захвата месторождений полезных ископаемых или героиновых полей, за которые ведутся полноценные войны самых разнообразных форм. Такими делишками с наибольшей вероятностью занимаются всего 5-6 типов. В порядке убывания вероятности это Наполеон, Джек, Жуков, Максим, Драйзер и Гамлет внезапно. Если мы возьмем самую страшную войну в истории человечества, Вторую мировую войну, то начал ее Адольф Гитлер, который Гамлет, против Иосифа Сталина, который был Наполеон. А наибольший профит от войны получили демократичные Соединенные Штаты, традиционно опирающиеся на ценности гаммы. Судя по всему, гамма более многочисленна, чем бета. Поэтому чисто количественно эта квадра наряду с несомненной цивилизационной пользой приносит и много вреда, если измерять его в трупах. Однако это в целом неотъемлемая характеристика человечества как вида. Например, с одной стороны, войны 20 века унесли около 100 миллионов жизней, а с другой стимулировали активное развитие технического прогресса. Без диалектики не обойтись. Огульное обвинение какой-либо квадры во всех бедах это обобщающее навешивание ярлыка на пару миллиардов людей. По-моему, такие обобщения делать очень странно. Это вот такой пунктик, один из. Это пункт номер 88, все зло из беты. Пункт 42. Болевая черная этика сильно болит, если на нее орать. Как вариант, болевым черным этикам больно смеяться и кричать. Вообще, мало кому приятно, когда на него орут, поэтому если мы будем автоматически типировать нелюбителей слушать чей-то ор в болевых черных этиках, то на такой соционике далеко не уедешь. Вот такая соционика далеко и не уехала. Но мы не из таких, верно? Болезненное восприятие чьих-то криков может быть. И тут пунктики. Проявлением уязвимой третьей психосовской эмоции. Проявлением доминирующей первой психосовской эмоции. Она не то чтобы прям кукожится от чужих криков, а больше раздражается по причине вмешательства в собственный эмоциональный фон. Проявлением ценностной черной этики, особо чувствительной к эмоциональной энергетике, исходящей от человека. Индивидуальным проявлением высокой чувствительности к негативным эмоциям. В общем, прямой связи с Бальзаками и Габенами тут нет. По поводу второго тезиса о затруднениях с криками у болевой черной этики, можно также с уверенностью утверждать, что болевая черная этика орать вообще никак не мешает. Например, вы можете посмотреть живые выступления канадского музыканта, которого мы типировали, Дэвина Таунсенда, который по соционике интуитивно-логический интровед Бальзак, и который восхитительно орет во многих своих песнях. Причем орет так, будто вот-вот треснет пополам, но не трескается. Так что болевая черная этика никак не связана с децибелами голоса своего носителя. Суть болевой черной этики заключается в том, что человек плоховато считывает эмоционально-поведенческие реакции от других людей, и весьма условно может работать с эмоциональной энергетикой как отдельных людей, так и больших групп, по сравнению с типами, у которых черная этика сильнее. Вот такой вот пунктик. Я зачитаю, наверное, оглавление. Пунктики. Соционик – это гороскоп. Соционик – это забава для школьников. Соционический тип легко воспитать. Можно стать кем угодно и работать на любой работе. Это мое любимое вообще просто. Это просто мякотка. Соционик – это секта. Соционик – это лженаука. Это специально вот наш ответ Чемберлену, если вы где-то услышите, просто вы берете и начинаете так яростно, плюясь просто, зачитывать все это из моей книжки. Если человек не доходит, вы можете этой моей книжкой ему там куда-нибудь треснуть. Так, давайте проведем эксперимент. Докажем, что Соника – наука. Всех 16 типов поровну. Это тоже такое. Почему бы вам не предложить новые имена типов? Разбор там такой тоже есть. Вообще, почему бы вам не? Это можно просто отдельную книжку писать и документировать. После типирования усы растут лучше. Возможно, исследования пока еще ведутся. Гамлет может сыграть любой тип. Максим Горький должен носить усы. Дюма заботится постоянно. Ученые – это Дон Кихоты. Черные сенсорики – злые. Злые, плохие нужно было написать. Жуков – это быдло. Да, кстати. Не в этом смысле. Да, кстати, вот Гитлер... Почитайте, вы все поймете. Почему нету тега Гитлера? Потому что про Гитлера у меня в книжке тоже есть. Потому что Гитлер плохой и злой, понимаешь? А, плохой и злой. А Путин – хороший. Итак, Жуков – это быдло. Драйзеры – добрые. Джеки хотят всех обмануть. Штирлицы – самые работящие. Бальзак вечно всех критикует. Робеспьеры – зануды. Все, кто смеются и любят готовить – юго. Дон Кихот все время что-то изобретает. Габены – самые ленивые и любят диваны. Драйзеры – самые честные. Робеспьеры – самые принципиальные борцы за справедливость. Дон Кихот всем хамит постоянно. Гамлеты – истеричные. Гамлеты постоянно играют какую-то роль. Луси – самый консервативный тип социона. Кстати, многие соционники до сих пор всерьез это обсуждают. Прям на серьезных щах, долго, обстоятельно. Невероятно, но факт. Бальзак постоянно думает о смерти. Драйзер – защитник моральных ценностей. Наполеоны все завоевывают. Не оскорбляйте нас, Донов! У Максима Горького сугестивная черная этика, поэтому ему нравятся истерики. Хозяйки на заметку. Если ваш мужчина Максим Горький, не забывай, что ему нравятся истерики. Гамлеты плетут интриги. Болевые БЛ – тупые. Болевая БС не умеет готовить. Он ленивый, потому что у него болевая ЧЛ. Белая логика помогает убраться в шкафу. На самом деле, перед убираться в шкафу, у меня там было зачеркнуто убраться к чертовой матери. Все люди хорошие. Я Есенин, закрыл 10 бизнесов, болевая ЧЛ подвела. Болевая ЧЛ сильно болит, если на нее орать, то, что мы зачитали. Я не люблю черную сенсорику, плохо срастаются кости. Прокачал болевую и стал нормальным. Болевая разболелась не на шутку. Жил с черными сенсориками и прокачал ролевую. Получил на работе удар по болевой. Просто в табло. Работу надо искать по творческой функции. Ролевая функция работает 15-20 минут. Люблю, когда мне объясняют на сугестию ПБЛ. Понимаете, тут вся соционика. Ну да, да. Черная интуиция – это креативные идеи. Болевая черная интуиция тяжело делает выбор. Белые интуиты пунктуальны. БС – это комфорт. Это отдельный котел в аду. БЛ – это система. А система – это лси. Болевая БЛ не может быть программистом. Протипировать по фото за одну секунду. Владимир Путин – Робеспьер. Политиков нельзя типировать, так как все их речи написаны не ими. Музыкантов нельзя типировать по творчеству. Жириновский – Гамлет. Десять лет прожил с конфликтером душа в душу, пока не поругались. У меня в окружении сплошные альфийцы. Общался с дуалом – вообще не зашло. Все соционики типируют по-разному, но все молодцы. Ессевская улыбка. Жуковский волевой запор. Ой, напор. А как же наезд по ролевой? Наезд по ролевой – это слишком новый мем. Он ненародный еще, понимаете? Он еще не устоялся и не ушел в народ достаточно. Пункт 68. Ни разу дуала не встречал. 69. Часто вижу дуальные пары. 70. Он, она меня бесит. Это не может быть мой дуал или активатор. 71. Иосиф Сталин – лси. 72. В детстве фигачил по блоку ИД, потом поднялся до супер-эго. Потом к успеху шел. 73. Есенин в маске Штирлица. 74. Я гамлец под типом Габена. Легко чувствую Габенов, плохо Драйзеров и Гамлетов. Протипировался по признакам Ренина и доволен. Он так логично объясняет, это наверняка белый логик. Я не сенсорик, поскольку не люблю убираться. К чертовой матери. Про интертипные отношения тоже есть. Типировался в 1995 году и знаю свой тип. Сенсорики должны хорошо одеваться. Скачу с темы на тему. Иррационал, потому что. Я интроверт, потому что устаю от людей. Все люди амбиверты. И я тоже амбиверт. Фэнтези пишут интуиты. Фэнтези, фантазия, интуиты. Г-г-логика. Инфантилы ждут заботы. Виктимы хотят боли. Дальше у нас раздел квадрой ценности. Альфа любит печеньки. Все зло из беты. Бета хочет делать революции. Гамма родную мать продаст в кредит. Альфа борется за свободу. Бетанские ценности это всех загнать в коллектив, как в СССР. Альфа это БС и еда. Люблю БС. Каждый гамеец запускает первый стартап еще в детском саду. Ненавижу барыг, поскольку я альфаец. Выселить бы поганую бету на луну и настанет мир. Мои квадровые ценности мне не подходят. Закон сменяемости квадра отлично работает. Как настоящий бетанец я не люблю слабых. И последний ненавижу свою квадру. Субтитры создавал DimaTorzok